Ожившая музыкальная шкатулка и жители ушедшей эпохи. Ачинские актёры презентовали театр после капитального ремонта. Культурное учреждение значительно преобразилось. Основные изменения коснулись зрительного зала и сцены. Двери ручной работы, почти 200-килограммовая люстра из Саратова, кресла из Москвы. Каждой деталь уделили внимание. Вообще, конечно, всё создано для того, чтобы зрителю здесь было уютно, комфортно, чтобы ничего не мешало, чтобы погружаться в атмосферу театра. Ачинскому драмтеатру 85 лет. Само учреждение гораздо моложе здания. В начале 20 века в нём заседало купеческое городское собрание. А уже в годы Отечественной войны актёры давали спектакли для раненых в госпитале, обустроенном здесь же. Капитальный ремонт в здании сделали лишь раз, полвека назад. Работа проделана колоссальная. Завершён первый этап и завершён очень достойно. Впереди ещё есть работы, но то, что сделано, сделано для зрителей. Мне кажется, что достойно большого уважения. И я приехал как раз сегодня сюда для того, чтобы поблагодарить всех причастных к этому делу. Перемен оценил и актёрский состав. Владимир Иноземцев переехал в Ачинск из Новосибирска. Успел поиграть на старой сцене, когда не было ни хороших декораций, ни качественного света. Обновлённая обстановка, когда даже цвет стен подбирали со вкусом, радует. Это, безусловно, тоже влияет на творческое самочувствие, состояние и рождает что-то новое даже в творчестве. Это всё на самом деле очень взаимосвязано. На мой взгляд, всё сделали очень хорошо, очень обновлённый такой интерьер. То есть не просто какая-то косметика, как это часто бывает, а прям так основательно. Причастную к грандиозному ремонту поблагодарили в тёплой дружеской обстановке и, конечно же, в новом зале. А в качестве подарка своим посетителям театралы организовали необычную интерактивную фотозону. Обновлённый театр предоставил своим гостям уникальную возможность почувствовать себя в роли актёра и на один день превоплотиться в любого персонажа. Сегодня я, императрица в Сияруси Александра, за настоящим царским столом. Оценить изменения зрители смогут уже на вечернем спектакле. Александра Репьева, Дмитрий Шевцов, Енисей. Новости. Аплодисменты.